В прошлом видео про кальцит мы рассмотрели основную информацию про этот красивый минерал. И чтобы не нагружать и не увеличивать видео по длительности, я решил отделить некоторые факты и рассказать их отдельно в этом ролике. И прежде чем мы начнем, советую сначала посмотреть видео про кальцит, а потом вернуться к этому ролику. С вами как всегда Анатолий и вы на канале Тистолун. Приятного просмотра! Начать стоит с того, что определенный цвет кальциту дают примеси других элементов. Зеленый, почти изумрудный цвет кальцит получает от никеля. Часто такой минерал можно легко спутать с флюоритом из-за похожего вида и цвета. Но за зеленый цвет может отвечать и хлорид, но он будет не такой яркий и прозрачный. А включение тонкодисперсного перита могут окрасить минерал в оттенки синего и зеленого цветов. Кальцит с примесью железа будет выглядеть желтоватым, оранжевым, буроватым и даже красно-коричневым. За черную окраску кальцита чаще всего отвечает углерод или битум. Такой минерал получил название антраконит. Примеси в минерале могут чередоваться во время того, как минерал кристаллизуется в течении длительного времени. И когда такое происходит, мы можем получить в конечном итоге кальцит с полосами разного цвета. Наиболее распространенные разновидности с чередующимися полосами светлых тонов. Чаще всего медового, медового желтого и медово-коричневого цвета. Но также встречаются зеленые, белые, розовые и даже синие полосы. Обычно такой кальцит называют мраморным ониксом. Кальцитовый алебастер – оникс алебастровый. Но как бы его ни называли, с ониксом он связан только своим внешним видом, а не составом. Грубо говоря, оникс – полосатая разновидность холцидона, диоксида кремния, а не карбонат кальцием. Только из-за своего полосатого вида, из-за того, что мрамор состоит из кальцита, такой минерал и получил свое необычное название. Если говорить про желтый кальцит, не полосатый вид, то обычно выделяют три вида – желтый кальцит, медовый кальцит и янтарный кальцит. Желтый и медовый кальцит в основном отличаются только тоном своего цвета. Медовый – более насыщенный и действительно напоминает мед. В наши дни продавцы кальцита почти всегда называют желтый кальцит медовым, тем самым подымая его цену и привлекая больше покупателей. А вот янтарный кальцит, как я уже упоминал в прошлом видео, уже имеет более четкую кристаллическую структуру. Цвет его более темный, оранжевый и его уже не спутаешь с обычным желтым кальцитом. Но все равно, некоторые виды желтого или оранжевого кальцита многие продавцы называют янтарным, ссылаясь на его янтарный цвет. Про виды кальцита еще много можно рассказать, как и про другую его форму, точнее про полиморф карбоната кальция – арагонит. Видео про него и другие интересные виды кальцита я все же планирую сделать отдельно. Поэтому, чтобы не пропустить новые ролики, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать видео. Надеюсь, это было интересно и вы узнали что-то новое и необычное. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!